Да, сейчас звук вроде появился, да? Вот мы сейчас и будем... О, да. Наладили. Hi, my students! Сегодня мы лекцию такую начнем касающуюся теории катастроф. Как мы и обещали в прошлый раз, эта лекция должна продолжить предыдущую лекцию, в которой мы рассматривали человека, как божие изделия. И вот мы теперь посмотрим на дела, которые вокруг нас и внутри нас происходят. И постараемся причины этих бифуркаций выяснить с вами. Пойдем по методу индукции. Ну, в неживой природе что мы видим в качестве катастроф? Ну, это бифуркация. Что такое бифуркация? Это когда система при малом отклонении входных параметров резко меняет свои внутренние свойства. Ну, в качестве примера можно привести такие полезные, в общем-то, полезные для нас изделия, триггер, например. При малом воздействии он переключается. Например, возьмем триггер самый простейший на туннельном диоде. Вот он, такой триггер. Вы видите, при поступлении входного сигнала небольшой амплитуды он переключается в состояние У1, в состояние У2 и наоборот при обратном сигнале. Это типичная бифуркация. Сопротивление диода при этом меняется, туннельного диода, и, соответственно, меняется в соотношении только и напряжение на выходе цепи. Вот это бифуркация, то есть небольшое отклонение входного параметра входного напряжения приводит к резкому изменению сопротивления. Такие же вещи мы можем проследить на примере магниторезистивного эффекта, где под влиянием небольшого магнитного поля резко меняется сопротивление магниторезистора. Существует таких искусственные и в природе вещества, которые подвергаются таким воздействиям магнитных полей и меняют свои сопротивления. При этом магниторезистивный эффект чем отличается, если вот в туннельном диоде сопротивление меняется, может быть, десятку раз, может быть, десять раз и порядка десятков раз, то магниторезистивный эффект приводит к изменению сопротивления в сотни, в тысячи раз. Известно также изменение резистивного эффекта, изменение сопротивления в нанотрубках. Там происходит вообще феноменальное до миллиона раз изменение сопротивления под воздействием как электрического, так и магнитного полей. наиболее характерное изменение пифуркации наблюдается в органических соединениях, в частности в таких соединениях, РНК, рибоноглюиновая кислота и дезорексиденка, 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 дезорексиденка. Там она сама по себе эти кислоты отличаются тем, что обладает феноменальной диэлектрической постоянной. То есть это диэлектрической постоянной миллионы эпсилон этих веществ. И соответственно она меняется под воздействием буквально небольших по амплитуде полей как электрических, так и магнитных полей, в которых мы находимся. Вот это в ней живой природе и это мы используем такие бифуркации. Вот у наш компьютер он состоит очень много тут триггеров зашито и ячеек памяти то же самое. Все это мы используем с пользой большой эти бифуркации. Кроме того, вот природные такие бифуркации можно сказать, что это атмосферное явление как смерчи. Существует такой ученый здесь в интернете можно инженер француз с французской фамилией, но проживает в Соединенных Штатах. Он научился использовать там много этих смерчей в США образуется. В год там сотни этих смерчей наблюдается. Он значит научился этот инженер использовать эти смерчи и создавать их искусственно. Каким образом? От теплоэлектростанции теплый воздух излишки поступает вниз турбины. Турбина расположена в круглом таком помещении. из турбина свободно выход в атмосферу и открытое отверстие идет в атмосферу и под действием вот этого теплого воздуха он идет вверх и образуется нестационарность такая, которая образует вихрь, то есть бифуркация. Из ламинарного течения вверх восходящего потока образуется заворачивающийся спиральный поток. Ну это вот в общем-то вещь давно известная. По крайней мере этот вот ученый этот спиральный поток он до того мощный он превращается в торнадо и это торнадо в конечном счете внизу крутит эту турбину которая внизу расположена и значит над турбиной все время торнадо и она крутит лопасти вот этот винт электрического генератора. Генератор уже в сеть выдает в интернете можно эту систему посмотреть искусственные торнадо. Явления вот эти бифуркации в атмосфере и неустойчивости в атмосфере они изучаются особенно вот в конце в начале прошлого века и в настоящем времени они изучаются вот такой ученый Эйн Лоренц был который составил уравнение вот таких вот процессов которые происходят при конвективном движении неустойчивости при конвективном движении в атмосфере вот эти вот уравнения Лоренца сейчас я попытаюсь вам показать вот они эти уравнения Лоренц Эйн можете пробить в интернете ну это здесь я цитирую из работы вот такой вот из автореферата диссертации Калошина Дмитрий Александрович который занимался как раз вот нелокальных бифуркаций в системе уравнения Лоренца а какие вещи тут он смотрел от начальных условий вот в этих уравнениях когда он их начал решать то он получал вот такие вот годографы этих уравнений вот видите бабочку бабочка которая говорит как раз о неустойчивости ну соответственно используя систему Мэппл я немножко изменил начальные условия и вот получил совершенно уже нормальный годограф то есть чуть-чуть изменение системы вот эту же систему я записал на системе Мэппл канадская система выдающаяся для расчетов для нас студентов вот аспирантов докторантов вот то есть с одной стороны при некоторых условиях начальных мы видим она бывает устойчива а при других условиях она совершенно неустойчива эта система бывает вот в атмосфере но это используется конечно в том числе можно использовать вот в генераторах можно использовать в военных целях допустим если где-то испортить нам погоду то можно соответственно произвести некоторые операции изменить эти начальные условия при этом видите достаточно небольших отклонений в начальных условиях что приводит к кардинальным результатам также также можно сделать вывод в отношении тектонических процессов тоже в неживой природе тектонические процессы они у нас известны это связано со сдвигом плит связано с вулканической деятельностью и связанные с общими постоянными колебаниями за счет деятельности волновой деятельности в океанах колебаний земной коры вот и это тектонические процессы они также подвержены вот этим бифуркациям при этом экспериментально уже было показано что если достаточно небольшую массу поднимать и бросать на на грунт в определенном конечно месте массы может быть достаточно и тонны может несколько тонн поднимать ее и бросать с определенной частотой вот может быть несколько масс рядом поставить одно пока поднимает другая бросается вниз и так далее и так далее и получается что за счет явления резонанса как вот было с мостами когда рота солдат шла по мосту и он рухнул потому что они шли в ногу все также и здесь если вот эти грузы будут в ногу идти то можно раскачать и таким образом небольшими колебаниями это в критическом месте в месте стыки плит при этом результат может быть не в этом месте а может быть в противоположном конце земли совершенно поэтому вот такие вещи они экспериментально обработаны отработаны и только как говорится сдерживающий где-то фактор у нас есть сдерживающий фактор который мешает нам мешает в принципе не нам а мешает развязыванию вот этой бифуркации с помощью вот этого такого простого тектонического механизма основанного на падении грузов на грот может раскачать вулканы в частности вот у нас какой сейчас вулкан оживает елоустонский никакого труда не составляет в определенной точке возбудить этот елоустонский вулкан добавить ему немножко и он будет дышать вот нашему уважаемому бараху Сейда Чуабаме будет спину дышать он крепко поэтому нам сейчас находясь вот в мире нам не стоит конфронтацией заниматься а посмотреть на эти природные явления которые частично они естественно происходят потому что он и так оживает и частично могут быть искусственно произведены за счет деятельности природной деятельности человека оно может быть как на земле сделано специально может быть в результате разных горных работ сделано допустим серии горных взрывов оно приведет к тому же результату но это будет уже как говорится здесь непреднамеренное как бы возбуждение этого вулкана ну сейчас уже подсчитали что энергии тут хватает чтобы покрыть США 20 примерно сантиметром слоем пепла конечно пепел плодородный он потом будет урожай большой но уже для других людей не для этого населения Америки я думаю вот что связано с такими катастрофами не в неорганическом мире я продолжаю это дальше можно следующий момент проследить вот мы находимся все на этом шарике должны жить дружно мирно почему потому что шарик нас тоже он двигается с определенной скоростью 30 км в секунду двигается по спирали вокруг солнца и за солнцем мы в тот раз смотрели с вами предыдущие лекции какие спиральные движения осуществляет земля солнце само по себе тоже спиральное движение осуществляет вокруг галактики ну спираль конечно уже с более большим шагом и 200 миллионов лет примерно один оборот солнца вокруг центра галактики производится за это время следует мы проходим земля проходит очень большие области насыщенные астероидами облаками в том числе вот предполагает что может быть кислотное облако попасть кислотное облако и так далее то есть это естественно уже катастрофа вызванная природными явлениями также появление луны исчезновение луны вызвало в свое время всемирные потоки появление дополнительных лун и так далее вот эта катастрофа уже общеглобальная как говорится земная ну вот что касается галактической катастрофы то имеется ряд звезд которые в скором времени ожидают что взорвутся ну вот взрыв таких звезд он будет для нас тоже кроме того само солнце в принципе тоже может потерять устойчивость горения как под влиянием внутренних процессов закончится там горючее и также вот под влиянием внешних процессов потому что вот недавно астрономы постоянно наблюдают подлет к солнцу огромных черных тел которые взаимодействуют с солнцем то есть либо отнимают энергию от него либо наоборот туда закачивают энергию мы сейчас пока не знаем но это огромные по масштабам сравнив гораздо больше земли размером объекты они подлетают отлетают от солнца имеют форму или шарообразную или вот в виде колбас таких удлиненных таких колбас или в форме трансформеров они меняют свою форму определенные геометрические формы подлетают отлетают подлетают то есть работа там какая-то ведется над нашим солнцем более высокоразвитыми цивилизациями все это тоже может привести но это уже в истории было мы знаем что и потоп был и мамонты и так далее несколько потопов в истории земли кстати вот если посмотреть по геологическим процессам там порядка 27 таких катастроф как и оледенение и наводнение и жара необычно большая была и передвижение континентов связанное с передвижением континентов образований вот четырех или пяти разных цивилизаций потом возникало несколько миллионов лет назад это все за несколько миллионов лет уже 27 этих таких катастроф было бифуркации в истории земли ну и уже совсем далеко идти в космос то наша галактика она тоже не единственная рядом где-то находится галактика ближайший который к нам с объятиями дружескими летит туманность андромеды так называемая через три миллиарда лет совсем немного всего каких-то три миллиарда лет мы с ней побратаемся с этой галактикой ну если конечно правильно высчитаны вектора скорости друг потому что они могут крутиться по по орбитам по круговым орбитам или по эллиптическим нашей галактике сейчас эти вектора направлены друг на друга а через миллиард лет они может быть будут перпендикулярно уже направлены мы это сейчас не знаем такое время нам не суждено это надо у кого-то уху более высших спросить где-то в районе полубогов обратиться с этим вопросом вот эту мы рассмотрели катастрофы бифуркации начиная от малейшего от маленького туннельного диода и кончая вселенной а вселенной вы знаете она огромная она имеет и чистую структуру как предполагал еще Воронцов Велиминов выдающийся академик который создал кстати лучший учебник по астрономии а сейчас астрономию даже в школах не преподают очень жаль потому что она очень познавательная наука и о многом много дает человеку в развитии очень интересно было изучать эту астрономию именно по учебнику прекрасному цветному этому вранц с картами с небесными картами вранцова Велиминова желательно бы конечно издавать и сейчас такую книгу вот это мы взяли с вами неорганическим но он конечно влияет на на наш органический мир это все эти катастрофы которые как вот допустим вычислительной использование вычислительной техники что нам дало она вся как видим основана на бифуркации ну еще такие начнем теперь с таких катастроф которые касаются нас непосредственных людей ну вся наша жизнь это сплошные можно сказать катастрофы начиная от зачатия ну вот само зачатие человека оно же ведь и само по себе катастрофа когда две клетки одна допустим женская порядка 0,6 миллиметров размером и еще совсем маленький там какой-то червячок приближается и внедряется в поверхность этой клетки и совершенно полная перестройка ее она становится как бы командным механизмом эта клетка начинает делиться прилипляться к стенке как говорится внутренней стенке женской и начинается развиваться уже дублер человек дублер результат вот этого вот этой бифуркации это первая бифуркация дальше он благополучно за счет внутренних женских и внешних факторов питания и может каких-то духовных факторов он начинает расти и развиваться и сами роды это же тоже бифуркация это тоже критическое состояние казалось бы ну что вылез человек 2-3 метра он всего его вынули он подняли у него все в корне все меняется пока он лезет и пока его вынимается у него же происходит полностью перестройка всего кровоснабжения у него и даже клапаны меняются перерегулируются клапаны сердечные система питания от этого от кубка она отключается и появляется дыхание что самое важное появляется дыхание звук и так далее и так далее вот это такой критический момент ну и дальше много критических моментов в истории человека таких бифуркаций например связано перестройка зубов в организме вот раз у младшего маленького человека шестилетнего пятилетнего шестилетнего начинает зубы выпадать и он становится таким маленьким старичком это тоже стресс зубы эти надо рвать с помощью двери или пассатижа это целое дело целая история и так далее потом этот человечек маленький растет достигает 12-13 лет у него появляется уже как говорится вторичные половые признаки половой созревания тоже коренная перестройка гормонов и всего и так далее другой этап жизни потом это все сворачивается соответственно к старости и тоже вторая бифуркация последняя как говорится бифуркация ну может быть она не последняя но пока по крайней мере бифуркация такого же порядка как рождение только наоборот все при рождении все наоборот происходит вот при рождении при кончине я имею ввиду человеческую кончину ну и сама вот эта вот причина этой кончины то что она есть это противоестественно написано же что в писаниях что бог не хочет смерти грешни даже грешников не то что вот как говорится вы молодые люди еще греха на вас мало он даже грешников не хочет но чтобы обратиться нам и продолжать жить повратиться от отойти от нашего греховного состояния но получается так что в сфере силу своих или прирожденных каких-то отклонений дефектов созданий как выпускает автомобиль а он уже изначально там тормоза плохо работают и заваливается этот педаль тормозная и эти самые в двигателе что-то не так и масло жрет то есть изначально он изготовлен уже с погрешностями это зависит от завода изготовителя а заводом изготовителя являются родители этого человека вот это его ихний завод изготовитель вот и как вот эти казалось бы маленькие маленькие грешки и приводят человека иногда к гибели катастрофе вот на примере возьмем далеко ходить не надо вот буквально 27 марта застрелен прямо у Кремля недалеко от собора Василия Блаженного застрелен крупный политик кстати православный крещеный вот сегодня 9 дней как раз исполняется почему я его и поминаю царство ему небесное ну вот мы должны тоже на таких примерах учиться сами что подводит ну во-первых как что его привело то вот а можно проследить мы сами то не сообразим но посмотреть почитать послание апостолов в частности вот послание Якова апостола Якова там написано инструкции для нас по поведению написано человек который злословит высокий власти он как говорится на пути к погибели находится то есть он сам автоматически идет по пути погибели сам того не не соображает что он может свою как говорится погибель найти и где не знает где потому что это вещь такая что высокие власти не положено дальше мы с вами вот прошлой лекции говорили о сквернословии мало того что позорить но еще и как говорится по матушке эти высокие власти покрывать это вообще недопустимо тем более это запрещено и божьим тем же христианским законам по которым он в принципе должен был и запрещено самими нашими правителями и правильно запрещено сквернословие тем более публичное через средства массовой информации вот это все плюс тех которых мы говорили четыре основных в котором мы должны каяться вот четыре четыре основных это блуд воровство колдовство и убийство вот четыре мы должны от этих дел отойти совершенно а здесь мы что имеем жена есть есть ребенок есть мы не разводимся дальше у нас еще наложница потом пошли еще к наложнице там наплодили детей тут наплодили детей сейчас вот этого уже совсем взяли дочку себе которая как говорится уже почти внучка даже не дочка а уже почти внучка 23 года и взяли ее еще использовали еще послали мы ее на борт это что нам плюс что ли нет это нам не плюс это вот как раз вот одна четвертая часть вот этого я не говорю в расцвета но колдовство и убийство может быть оно косвенно получается а это же не косвенно если аборт это и есть убийство где одно там другое они все связано все эти причины они потом в комок заворачиваются и здесь уже вступает спасительная часть потому что это убийство это для него с одной стороны для нас это трагедия а для него это избавляет для него это бог его избавил от чего от дальнейшего вот этого блуда он куда дальше блудить пошел по этому мосту пошел к блуду в свою квартиру повел эту внучку значит дальше позвонил жене что все нормально я поеду вот такой вот пример но это бог дальше его спас чтобы душа его как так же в этом писании написано что не бойтесь убивающих тела но не могущих душу повредить они не могут душу его повредить этого бориса а вот бог его просто мол погоди душа то он его как ловец он его поймал дальше душу скажет погоди а то твоя душа так замарается что ты ниже классом перейдешь потому что известно что уровней у нас много и внизу много уровней и над землей еще выше много уровней тоже куда можно перейти некоторые идут выше но это редко а многие идут ниже 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 по ступеням чем мы находимся сейчас чем нам дано вот здесь совершить какие-то дела вот это что касается человеческой самой катастрофы человеческой жизни человеческой катастрофы и общество дальше это все в совокупности в общество превращается и мы это имеем общество то в целом тоже завладевает вот этими грехами получается как бы вот даже на этом примере поляризовалось общество на который радуется вот такую собаку убили да и правильно сделали а вторые наоборот говорят вот какой хороший человек был общительный и очень справедливый честный и вообще порядочный нигде ничего не воровал вот и кто и общество уже разделено и вот уже идет война а война это лавина и убийство нарастает уже война дальше и так далее а это все отражается на нашей биосфере как вернадский говорил вот это наша биосфера вся страдает а тучи уже над нами темная сгущается над над всем обществом над народом определенным народом который подвержен вот этой вот гневу мстительность вот это вот все это очень опасно и приводит к гибели этих народов уже много поколений народов цивилизации погибло за миллионы лет вот именно вот из-за войн междуусобных войн и этих грехов которые есть блуд воровство колдовство и убийство о чем в писании говорится чего надо нам избегать но это мы говорим самых таких кроме того и имеется мы обычные много в основном люди все хорошие добрые они занимаются производством растят детей сады выращивают строят дома землю осваивают и любопытствуют насчет науки знания набирают новые знания чтобы облегчить жизнь человечеству таких людей большинство ну может процентов 90 может 90 но тем не менее вот среди таких тоже простых людей тоже встречаются многие катастрофы и с чем это вызвано а тем что вот мы живем в мире все более усложняющийся мир и много очень встречается у нас новых нововведений с которыми мы должны осваиваться очень хорошо вот раньше смотрите вот лыковые живут отдельно там в тайге они не связаны с электричеством мы связаны с электричеством ну вот вилка розетка от контакта отошел или к стене там проводка подсохла подмокла где-то там кто-то кого-то затопил проводка прогорела все дом сгорел библиотека сгорела там где-то замкнуло все ценнейшая библиотека вот такие вещи это электричество из электричества очень много мы потеряли ценнейших ценнейших вещей постоянно происходят взрывы раньше вообще бензин не могли перевозить потому что бензин терся об эти бачки из-за статического электричества получался взрыв из-за статического электричества вот и такая техносфера которая все время наращивается она ну даже в старину вот смотрите нож он же был произведен для чего для того чтобы корни добывать там резать эти корни салатики делать и так далее хлебушек порезать и так далее но мы же его использовали для убийства мы же такие люди иногда мы же друг на друга идем с ножом брат на брата там отец на сына сын на отца так же вот любое наше техническое которое нам или приносится свыше или мы по наитию от какого-то эгрегора получаем какой-то инсайт и все это используется в злостных целях вот источник энергии атомной энергии пожалуйста она сугубо Жолио Кюри они думали в источнике энергии который дешевый будет и надежный чистый экологически чистый но потом товарищи из лосоломоцкая была амбулатория лаборатории решили бомбу сделать и Хиросиму с Нагасакой накрыть но дело в том что мало кто знает что именно американцы разбомбили Хиросиму Нагасаки сейчас ложные слухи ходят что это мол кто-то китайцы китайцы разбомбили или там Сталин Осип Суренович разбомбил Хиросиму Нагасаки всякие сейчас истории поворачивают как им надо но не в этом дело в общем полезные изобретения превратили в убийство сотен тысяч людей ну сколько миллионов погибло при испытаниях это после испытаний нет числа и вот Чернобыль мы пожалуйста параллельно мы получали энергию одновременно пытались какие-то опыта произвести с этой электростанцией академики наши сработали очень удачно продуманно сделали и вот этот эксперимент чем закончился что сейчас отчужденная территория много квадратных километров и навредили мы и себе и Европе и восточной и западной Европе вплоть до севера до северов другая катастрофа но хочу сказать что вот сейчас пытаются новые источники еще энергии это так называем бестопной технологии холодный термоядерный синтез это тоже опаснейшая вещь она КПД не повышает но опасность создает большую потому что там по сути горит водород с этим цветными в трубке с цветными металл с порошком из цветного металла и по сути никакого выигрыша мы не имеем кроме того что получаем огромную опасность в связи с этим вот что нужно кислород расходовать постоянно в этом помещении мы знаем что из-за кислорода взрыва баллона кислорода пострадало очень много даже американская одна из космических экспедиций пострадала от взрыва водорода еле долетели каким-то чудом долетели до земли дальше стремление к скоростям раньше ходили пешком знаем пешком ходили медленно не спеша катастроф конечно могли быть на дороге там попадется пенек или там что или зверь дикий выскочит на тропинку всякое бывало но это все-таки было реже потом начали ускоряться использовали лошадь но с лошади уже падали уже многие особенно когда вот мы какие крутые мы если еще лошадь да еще и нож подлиннее возьмем мы тут покажем этим который за бугром тоже вот мы им расколотим бошки вот дальше уже катастрофа связана с войной с применением вот этих вот лошадиных сил они привели к гибели вот где таилась погибель как говорится сказка вечного вещи малиги в лошади дальше это скорости прибавли прибавляется появился паровоз пароход ну и дальше уже сотнями тысячами титаники начали идти ко дну также появился вот этот паровозное движение оно в начале очень много катастроф было еще до сих пор мы имеем эти катастрофы из-за несогласованности санкционерной и несанкционерной эти катастрофы на дорогах и автомобиль также автомобиль это вообще вещи для тех которые исповедуют что население должно быть меньше для них чем больше автомобиль выпускает тем лучше почему потому что допустим в стране из-за аварии на автотранспорте на автодорогах целый город каждый год целый город людей исчезает под землю просто таки из-за автомобильного движения и неправильное использование дорог переходы и так далее инструкции вот человек попадает в такую обстановку а человек то по природе он тот же остался он не прибавляет в мозгах нисколько единственное за счет что он может прибавить за счет коэффициента использования этого своего мозга а так уже установлено на протяжении миллионов лет у него ничего с точки зрения объема веса мозга и структуры конструкции его не изменилось совершенно поэтому у нас возникает на транспорте в основном из-за вот этих вот невыполнения частности в частности невыполнение правил инструкций законов если бы вот раньше рассмотрели один закон у нас был закон божий и достаточно было его хотя его достаточно но при этом еще надо еще и законы человеческие тоже знать эти правила дорожного движения правила эксплуатации транспортных средств правила эксплуатации станков оборудования даже в быту каждый прибор у нас очень много электролампочек электроарматуры до телевизоров холодильников и так далее стиральных машин все требует знаний вот этих правил инструкций по эксплуатации и в основном то почему люди не пользуются этими инструкциями не знают их и поэтому и получается вот много таких несчастных случаев и при проведении строительных работ тоже колоссальное число особенно хочется отметить что сейчас самый транспорт быстрый быстрый транспорт это авиация авиация она хотя кажется очень много перевозится людей и вроде бы мы имеем по сравнению с числом перелетов числом перевозок людей там миллионы переводятся в год там до миллиарда может быть в год там переводится с помощью авиации и мы считаем что ну подумаешь там несколько самолетов в год упало там несколько может тысячи человек пострадало несколько тысяч и мы считаем что это по сравнению процент очень маленький но на это надо смотреть по-другому совершенно вот возьмем мы один год с вами какой возьмем год авиакатастрофы 2009 года взял такую статистику я у меня составлен за 10 лет статистика по авиакатастрофам что в мире какие произошли где и когда ну в основном когда и сколько вот число катастроф если взять число катастроф к числу дней в году то появилась то вероятность число катастроф к числу дней в году разделить получается 0.1944 то есть 1944 десятитысячных это почти 0.2 вероятность с такой вероятностью извините в азартные игру можно идти играть уже то есть можно выиграть уже вероятность приличная это по отношению к дням то есть мы каждый пятый день имеем как бы авиакатастроф каждый пятый день и давайте теперь так посмотрим ну вот этот вот авиалайнер упал нет его там сотни человек катастрофа бывает 200 до 300 человек погибает сразу исчезает но этим же не ограничивается у каждого этого человека есть родственники тем более вот в Азии там же родственников много у них и все это вот такое колебание в обществе создает даже одна катастрофа оно потом это резонансом идет посредством массовой информации оно же докладывается если бы ничего не знали то нам бы как бы ну мы не знаем про него но в связи со средствами массовой информации доносится до всех кто слушает радио и смотрит телевизор поэтому это вот в общество нарастает такая негативная волна которая в конечном счете она снижает иммунитет людей вот эти стрессовые ситуации она снижает иммунитет в результате возникает всплески вот этих заболеваний вверху всяких инфекций ну мы не будем говорить уже искусственных этих инфекций которые создаются конечно с военными целями эпидемии мы про это не говорим мы говорим про естественные тоже снижение иммунитета ну вот если хотите вы можете тоже так же создавать статистику вот смотрите авиакатастрофы 2009 год вот вероятность п по дням вот они крестики по горизонтали отложены дни по вертикали месяцы от 1 до 12 и вот оно отложено когда произошла катастрофа и сколько вот можно после крестики ставить 3 значит сразу три самолета жахнулся или вот здесь вот два самолета жахнулась вот такая вот такая вот статистика за 2009 год это кстати год когда произошла катастрофа на Стояно-Шушинской ГЭС 2009 год ну вот создавая такую статистику можно уже посмотреть что постоянно с каждым годом вот этой вероятностью увеличивается и эхо этих катастроф как видите оно расползается сейчас очень далеко может явиться причиной даже войн использоваться в ходе войн вот что касается катастрофы отционных а причины какие причины здесь ну причины во первых я уже про атмосферу сказал что атмосфера вещи очень неустойчивы малые неоднородности плотности температуры давления мгновенное переключение вот этих вещей то есть у нас густого воздуха зарождается допустим шаровая молла она не на пустом месте зарождается она сначала плотность в этом месте повышается плотность вещества плотность атмосфер газа газовой плотности она как бы такая молекула образуется более плотной как молекула собирается вокруг определенного центра появляется даже может быть такой воздушный кристалл и вот об эти кристаллы давление ямы называют воздушная яма не всякий самолет выдержит не всякой воздушной яму но мы про НЛО уже не говорим это как случай сказочный такой но хотя хотя многие наблюдали в частности космонавты и наши космонавты наши космонавтки даже утверждает что они это все видели и встречали и даже есть видео где не знаю но правдиво или нет это видео где НЛО захватывает целый самолет оно его просто в себя съедает и исчезает с этим самолетом в неизвестном направлении это очень редкий случай более частый случай это атмосферно допустим попадает в урозу и плюс к тому самолеты совершенно не защищены от пикирования от мертвого этого пикирования критический угол вниз и они дальше не могут выйти самолета никакими путями у них не предусмотрено даже конструкторски не предусмотрено выход из этого пике хотя это несложно смотреть это любые когда модели делают дети они это дело предусматривают и у них вот эта модель идет вниз она идет а потом раз и выруливает вверх сама по себе при определенной скорости она выходит из этого пики но это уже технические детали мы с вами вникать не будем это есть у нас институты авиационные они должны этим заниматься спасением ну и другая причина самолеты заорганизованы этой аппаратурой там столько аппаратуры что только зомби летчик может как-то ориентироваться отключенный от всего и только подключенный к всему этому хозяйству мысленно или зомби или под гипнозом он может везти самолет или следить за автопилотом или вот подсказку ему еще если земли дадут хотя даже не предусмотрена такая вещь вот у нас кругом сотовые и так далее сотовые а телеметрии на землю не передается насчет самолета не телеметрия она все записывается в этот ящик который потом ищут денег тратят колоссальное количество средств и времени тратят люди работают ищут там эти осколки остатки выясняют чтобы этот черный ящик сломанный восстановить его это а он если телеметрия передается самолету то запись ведется должна вестись на земле на стационарных оборудований которые нигде не развиваются но хранится на земле это ведь понятно любому зачем этот черный ящик возить кому он нужен там потом его ищи когда а ты вот заметил ты заранее должен оператор на земле страховать и передать ему у тебя там это с двигателем у тебя там это то то ведь не уследишь за этими приборами сколько там этих приборов и дальше эти приборы зачастую отказывают они очень помехой не защищены созданы не по униполярной схеме не не дифференциальной схеме по униполярным схемам всем передают сигналы помехи туда прут особенно неудачные вещи это высотомеры известно что очень много самолетов при посадке задевает кусты задевает вышки опоры почему потому что высотомер показывает ему одно а на самом в реале высота другая вот высотомер все а в условиях плохой видимости в ночных условиях это показания высотомера при посадке это критические но мы не будем говорить про обледенение но в основном конечно человеческий фактор человеческий фактор это я говорю он чем обусловлен обусловлен сложность самолета дальше неподготовленность пилотов и плюс такое же разгильдяйство потому что мол надежда там на автопилот и все такое прочее сажают даже там школьников за штурвал своих детишек сажают и в этом самом состоянии под шофе они ведут самолет практически всегда это все летчики а в этом состоянии заторможенное состояние уже реакция плохая и здесь реагировать даже на простейшее изменение уже представляется маловероятным вот это человеческие вот такие катастрофы у нас бывают на земле но я уже не говорю под землей и вообще техники безопасности не соблюдается а и не соблюдается у нас особенно при проведении вот мы с вами студенты все будем участвовать в научно-исследовательской работе всевозможных испытаниях и мы здесь тоже должны с чем столкнулись с тем что мы совершенно не соблюдаем вот в шестьдесятом году сейчас шестьдесятый год это сколько лет сорок и пятьдесят пять лет вот мы в этом году будем в октябре кажется да вот пример приведу при проведении вот этой научно-исследовательской работы которая должна была закончиться запуском новой ракеты р-16 в шестьдесятом году сорок первая площадка это тюратам что там происходило какие какие недостатки с чем мы столкнулись с полным пренебрежением правил всех правил техники безопасности всех до одной все были нарушены ни одной не было выполнено правил техники в запасе что там происходило 23-24 октября у нас будет 55 лет этому случаю мы должны такие вещи разбирать постоянно чтобы в своей практике не допускать подобного значит изделие 8К-64 комплекс R-16 конструктор генеральный Янгель КБ Южное вот это изделие испытывалось кто приехал на испытание приехал главный маршал артиллерии главком замминистра обороны Митрофан Неделин вот так вот главный маршал артиллерии сам с многочисленной свитой ну вплоть до всей конструкторы и Янгель там был сам вот какие там вредные факторы были при при этих испытаниях во-первых сама ракета чем она была заряжена НДМГ низкомпенсивный диметил гидрозин это ИАК вот вот такие вещества это вещество ну вредность колоссальная конечно этого гидрозина Королёв был против использования диметил гидрозина и вот этих вот вещей он был против но в связи с тем что более энерговыделяющие они энергоемкие правительство пошло на этот вариант не послушали Королёва дальше вот ракету зарядили это гидрозина но не но не подумали они о том что а вдруг что произойдет надо этот гидрозин и горючий окислитель авиационный керосин там и всякие это надо слить куда-то слить если в случае чего вдруг неудачное будет испытание и что-то не пойдет этого не было предусмотрено никаких насосов ни резервуара никакой подплощадкой а пустовая была вообще представляла собой простой запетонированный пятачок где стояла на этом пятачке ракеты р-16 чем характерно это была ракета она состояла значит из двух ступеней первые разгонные ступень между ними была управляющая приборный отсек и вторая потом ступень вторая и потом там дальше боевая часть на несколько тысяч километров 8-10 тысяч километров должна была лететь до 11 по-моему сейчас не помню сколько в интернете посмотрите р-16 и 8-к-64 изделия вот это не было предусмотрено дальше в процессе установки ракеты и зарядки было обнаружено подтекание этого гидрозина то есть по запаху чувствовалось что это между тем персонал не был совершенно обеспечен спецодеждой некоторые солдаты и даже офицеры были без соответственного оборудования дыхательного и без костюмов защитных костюмов а в шинелях в обыкновенных шинелях в комбинезонах не было значит это предусмотрено дальше зона опасных защитные устройства ну какое защитное устройство должно быть конечно оно должно быть где-то на определенном расстоянии от этой ракеты примерно посчитай зону поражения если все взорвется вот и будет там защитное устройство стенку надо ставить или блиндаж и там находиться этого не было совершенно совершенно не было сделано была просто колючая проволокой около этой колючей проволокой уже ближе к ракете сидел сам митрофан митрофан сидел вот митрофан царствие в небесное дальше зона опасности вот она не была эта зона он прямо в зоне опасности этой сидел допуск никто не был допущен в принципе не расписывался ни в журналах нигде ни инструктаж не проведен ни с этим с недель ну как ты с ним проведешь если он маршал маршал артиллерии там звезды занимают все плечи разве его заставишь расписываться в технике безопасности конечно нет вот инструктаж это дальше правила введения работы с легко восприменяющимися и горючими жидкостями исключают разбрызгивание слив жидкости после работы должно быть исключено разбрызгивание а там разгрызывание пожалуйста там птича была по запаху определяли откуда она это утекает ну про спецодежду я говорил наличие блокировок и тройной защиты значит там произошло следующее в приборном отсеке там было же навьё всё сосредоточено впервые было гироопора то есть гироскоп стоял на подшипниках это впервые было в этих ракетах в этом приборном промежуточном отсеке кроме того во второй ступени управляющая машина стояла электромеханическая на кулачках прибор там а-200 126 по-моему не помню как он там в интернете посмотрите этот прибор вот он на кулачках он раздавал вот эти сигналы управления на все системы второй ступени там поджиг отстрел продырявление этих каналов для жидкости смеси поджигания и так далее всё это было вот этих на этих кулачках а кулачкам кулачкам были контакты электрические контакты толкатель на кулачке этот толкатель приводил движение контакт контакты замыкались и электрический ток от батареи от капсульного аккумулятора капсульного аккумулятора он поступал уже соответственно на исполнительные механизмы так там получилось как во-первых сбиты были эти кулачки и батарея внутренняя батарея была разряжена когда открыли оказалось что провода вот к этим контактам замыкания эти провода все изоляция была вся подгорелая и батарея поэтому села значит Янгель сказал ну кто-то из конструкции но может быть Янгель сказал Митрофанов значит сказал товарищ маршал испытание невозможно проводить поскольку вот такая неисправность управляющего прибора он значит заменить можно можно заменить но это уже будет на ваше усмотрение он дает кому а что же я Никите скажу то есть Хрущеву как же я к Никите вот то Никита меня того сего вот мальчик ребенок иначе не значит что Никите сказать а испытание как раз это октябрь дальше 7 ноября это октябрьское праздник юбилей 60-й год там юбилей революции и так далее и к этому параду надо же подарок уже себе все просверлили дырочки на погоны дополнительно уже всем определенно было кто получит звезду дополнительную и вот все радостные такие ну конечно там без спирта не обошлось и начали они это исправлять неисправность заменили прибор это на кулачках когда меняли прибор они батарею эту ампульную сразу подсоединили к этому прибору наружную батарею и начали крутить кулачки в фазу когда вот начальную фазу восстанавливать эти кулачки покрутили да чуть-чуть перекрутили прошел сигнал от батареи на поджиг второй ступени вот такая вещь произошла значит вторая ступень загорелась там все же было облеплено этими офицерами они же все свои узлы все это стойки все было облеплено все они сидели все беззащитных этих занимались каждой своей неисправностью кто-то там исправлял это кто-то исправлял сразу пламя они все конечно так как висели и как шашлыки там на этих стойках остались пламя мгновенно перекинулось на первую ступень загорелась вся ракета ну вот здесь я ссылку дам на как это вот видео есть сохранилось редкостное видео всего этого пожара как сгорел этот вот маршал со своей свитой мгновенно конечно этот пожар и начали солдаты подбегать и начали людей вытаскивать каких успели каких не успели маршал вот не успели повезло янгелю с товарищем они как раз в этот момент вышли на капе покурить мы вышли покурить и обсудить как сказать митрофана чтобы он отменил испытание но как только вышли покурить тут же это дело началось в результате значит погибло от 90 до 120 человек сейчас еще до сих пор не установили даже число кто там эти солдаты подбегали спасать в шинелях там это все такое прочее вот такие погибло и из-за чего погибло вот из-за грубейших нарушениях вот этих правил а каждое правило это по сути закон как закон божий все равно вот это правило дорожного движения хоть возьми любая инструкция и она должна соблюдаться свято вот чем отличается немцы они работают по инструкции поэтому у них значит всегда более надежные все вещи происходят поэтому их не технологии китайцы вот и покупают вот это один только пример нарушений при испытаниях а такие испытания у нас в химическом производстве везде идут такие испытания при испытаниях военной техники взрывчатых веществ и при горных даже этих горных работах взрывчатых горных работах и вообще в процессе любого производства вот только покажу я вам перечень билеты вот у меня есть вот билеты техники безопасности видите сколько билетов они на каждой странице вопросы вопросов очень много с этой стороны и с той стороны все исписано вопросами это билеты по правилам техники безопасности в химическом производстве в химико-технологическом прикладной химии вот этих правил надо соблюдать их конечно свято этих правил выполнять это является основной причиной катастроф на производстве так что мы с вами сегодня что рассмотрели мы с вами рассмотрели катастрофы какие космические планетарные государственные рассмотрели да что государство тоже гибнут из когда суммируется вот весь негатив людей технологические промышленные при трафике катастрофы бытовые и катастрофы в нашей жизни которые бывают полезные и в результате которых мы все-таки траекторию проходим от рождения и до представления досуда как говорится всевышнего вот на этом я остановлюсь но сейчас со временем я тут кое-какие ссылки на литературу дам желаю вам всего доброго в своей работе раньше было у нас в дипломных проектах всегда была часть посвященная технике безопасности если касалось проекта какого-то определенного проекта производственного процесса то был раздел посвященный технике безопасности не знаю как сейчас но нам надо это изучать постоянно тем более у нас сейчас есть интернет и мы можем эти знания везде почерпнуть будьте здоровы всего вам доброго успехов и счастливые кому вот написание сейчас как раз процесс написания дипломных проектов идет и подготовка к сессии завершении сессии у кого кто еще диплом не написал курсовые и так далее работы идут контрольные поэтому задумайтесь над этим важным вопросом всего доброго до следующих встреч